Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет! Это очередной выпуск Бабло-подкаста, и сегодня у нас в гостях Юрий Насонов, артист театра и кино, замечательный человек, талантливый ублюдок. И просто тварь. Нет, в смысле ублюдок? Такого ублюдка надо было ещё умудриться сыграть, ребята, ну, сами понимаете, да. Исполнитель роли Кирилла Гречкина в фильме «Мэр Громчим и доктор». Привет, Юр. Привет. — Мы давно с тобой хотели записать подкаст, что-то около полугода, наверное, помнишь, мы всё время списывались, что-то там у тебя не получалось, там какие-то съёмки, что-то у тебя какие-то были штуки, движухи, да, движ париж, но наконец-то, наконец-то получилось. И мы сейчас прямо пишем подкаст на, можно сказать, что на второй волне интереса к фильму. Я не знаю, ты следишь, не следишь за успехами «Мэр Гром» на Netflix. — Слежу, слежу. Причём я думал сначала, что он уже вышел в международный... — А он только на русском сначала вышел. — Вот, я потом это подметил, да. А сначала я подумал, что он уже там бомбит, а оказалось, что это был только русский, и потом я увидел, что он ещё и вышел на зарубежную площадку, рынок, да, и начал там всё, всех зажимать, всех отжигать. — Слежу на тебя в иностранном свеке. — У меня, ну нет, несколько людей из Мексики было, я не знаю, из «Агроу», ну скорее всего, да, конечно, и девочка из Австралии была, и... ну так, и вот так, чтобы отмечать, я не отмечал, но некоторые люди писали, и это классно, да. — А они что тебе писали, типа, какой ты классный, или сдохни, мразь, так тебе и надо. — Нет, типа, молодец, такой, ой, спасибо. — Ну, вообще, смотри, я хотел поговорить тогда немножко о фильме, раз уж мы с тобой начали про это. — Давай. — Это очень-очень важная роль, я бы не назвал её никак эпизодической, это прям полноценная роль второго плана твоя, роль Кирилла Гречкина, потому что, смотри, вот твоя вот эта история вообще, в принципе, она запускает весь механизм, весь сюжет фильмов. И то от того, насколько тебе удалось изобразить такого отъявленного ублюдка, насколько люди бы испытали ненависть, и чиновный доктор испытал ненависть, и насколько всё вообще, в принципе, это развивалось, очень сильно зависело именно от человека, который бы исполнил эту роль на экране. — Я очень рад, что именно ты воплотил этот образ на экране. — Спасибо. — Потому что было очень круто, и прям вот у всех вот людей просто вот кипела кровь внутри, особенно когда ты вот пьёшь Кока-Колу, кофе, что-то нет, кажется, ты там пил из трубочки. — Это старбаксовое кофе какое-то было со льдом. — Макатина, да, какой-то там, вот, и такой звук противный, мерзкий, такой всё-всё-всё, было очень круто. И мы сейчас работаем над расширенной версией, там побольше всяких таких вот этих реакций, этих дымок, и очень прикольно получается. — Расскажи вообще, как у тебя всё было это? — Во-первых, мне кажется, что эта заслуга вообще общая, и Олега во многом, в большей степени, и Игоря Гримера, который создал этот образ, я ему вообще безмерно благодарен, Игорь, ты красавчик. — И то, как мы с Олегом поговорили перед съёмками, вообще мне эта тема не близка, как такова играть плохишей, потому что это всё, ну, как-то не про меня немножко, потому что я по-другому был и воспитан, и увлекался совершенно другими вещами. — И эта роль почему-то так странно получилась, что она... Я не волновался внутренне, потому что я... Ночь перед съёмками я вообще не спал, потому что это был такой момент, что типа, о боже, это съёмки. — И ещё я в таком фильме, а я... — Это мой второй полноценный проект, да? Первый был... — Нет, это мой первый. — А первый, да? — Я бы сказал, что это первый мой полноценный проект, такой, чтобы... От которого я прям кайфан, потому что, ну, комиксы я вообще всю жизнь свою люблю, обожаю, не могу без них жить, и... — Меня утвердили, и я тогда... Ну, у меня вообще тогда было в голове непонятно что, меня покрасили в белый цвет, и я ещё сидел у Игоря, и он меня красил, и я думаю, вот, надо, наверное, идти и отпрашиваться у Григоря Михайловича, у нашего режиссёра в театре, что вот, у меня всего лишь два дня, два съёмочных, но это середина сезона в театре, и это очень сложно. — И я такой, ну, вот, надо, наверное, будет отпроситься, и только после того, как меня покрасили, я посмотрел в зеркало и увидел, что у меня белые волосы, и такой, а как, блядь, я пойду говорить ему это вот с таким вот на голове? — Шапки, шапки, натянутые. — Я шапки и пришёл, я захожу к нему в кабинет, такой, Григорий Михайлович, это такое дело. Меня, в общем, утвердили, он такой сидит, да, и чего? — Шапки, не только мальчик. — И я такой, очень классно, очень крутой проект, это прям мечта, все дела. Он такой, угу, и что? Отпустите меня на двойню. Он такой, конечно, если это не попадает, а вот, и чего? Просто тут одна такая тема, и я снимаю, он такой, блядь. И он так откидывается, я такой, я всё подготовил, я буду красить волосы, у меня все роли, они чёрный цвет волос, это как бы такие серьёзные все вещи, где как бы блондинам... — Ты, случайно, не играл там в «Войне мира» какого-нибудь? — Нет, я играл Михаила Фнасича Булгакова в «Мастера Маргарите», он не может быть априори блондином. — Нормально, нормально. — Вот, и мне приходилось краситься, вот. Но это всё мелочи, потому что, когда я приехал на съёмки, я не спал, и у меня внутри не было никакого волнения, почему-то внутренне, потому что мы так переговорили с Олегом, была репетиция, и внутренне он мне расставил так вешки, по которым идти, что я, мол, вот такая вот мразь, что я не парюсь насчёт того, что я кого-то там сбил-убил. И очень чёткие вещи, которые он мне дал, по которым я как бы шёл, внутренне, не думая о том, плохо это или нет, я как бы для себя оправдывал его как мог, вот. И мне кажется, это всё получилось благодаря такому общему нашему соединению, синтезу его идеи, его видения, моего образа, как я несколько минут в вагончике стоял и смотрел такой, вот такой вот я сучонок, значит, да. И как бы и внутренне немедленно начинал кайфовать от этого. И сразу же, знаешь, ассистентки начал хамить там, да, типа, пошёл в образ. Не-не-не, я включил музыку, у меня есть, типа, а-ля музыка такая, где я почувствую себя пиздатым. Типа, одеваешь музыку, ходишь такой, я стоял, типа, курил, такой, да, я пиздатый просто. А я ещё познакомился там с Олегом Чугудовым, и тут вообще всё как бы немножко подсъехало, потому что мы такие нашли общий язык, такие поболтали с ним. А потом вышли в кадры, и ты вообще б***ь на него. Ну, как бы, я внутренне старался, да, отстраниться, потому что он там очень круто шёл, и я просто старался ему вкидывать какие-то вещи, чтобы от меня аж пасло этой мразотностью, вот. И очень-очень круто, мне кажется, получилась, ну, как бы, сцена сама в суде. И он очень много, Олег, режиссёр, Трофим, очень много воздуха давал в этом смысле, что я какие-то вещи у него спрашивал, можно так-так. Он говорит, пробуй, делай ещё эти грилзы, которые немножко спадали у меня с рта. Поэтому мне приходилось их от языка двигать от этого. Ещё какие-то вещи внутри появились вот эти вот эти вот все дичи. Ты знаешь, что мы вообще, в принципе, рассматривали два варианта внешнего образа Кирилла Гречкина. То есть один вот тот, который попал в фильм, а другой мы хотели попробовать сделать такого чистого, прилежного парня, знаешь, в таком в джемпере, таком перевязанном по футболке, знаешь, такой типа из типичной какой-то хорошей семьи. Но на самом деле внутри он гнилой. Но мы потом подумали, что всё-таки, наверное, вот если вот столько экспрессии, чтобы он выглядел как молодой рэпер, чтобы вот было побольше всяких тазов. Это круто, гротескность, мне кажется, это вообще очень крутой стиль повествования. В смысле, что в комиксных вещах таких существовать гротескно, это очень круто, потому что это сразу даёт мало времени у тебя, и тебе нужно сразу показать, что за человек за несколько миллиминут. Ты помнишь свои пробы вообще? Да. Потому что я могу сказать, что самые ебаные пробы на проекте у нас были именно на роль Кирилла Гречкина, потому что мы от всех артистов требовали, чтобы они уползали, орали. Вот это всё экспрессия. А это я обожаю просто. Это был полный п***. К нам несколько раз прибегала охрана с другого этажа, спрашивала, что случилось. Нам жалуются, что вас кого-то убивают, на силу срежут, всё сразу. Расскажи, пожалуйста, про свой п***. Сначала. Я был в театре, и мне вечером, и мне мой агент пишет, нужны пробы, срочно их нужно записать, потому что это такой-то проект. Я такой, о боже, комикс, всё, поехали. У тебя есть утро следующего дня. За это время запиши пробы. Я такой, ну, хорошо. А самое главное, там текста не было, это нужна была визитка. Но с вайбом такого нарцисса. С экспрессией. Да-да-да. Ну, такой как бы обаятельный урод. И я такой, ну, что я запишу, утром время будет. И я поехал спать к друзьям. И он мне утром звонит в 11 утра. А я думал, ну, как бы время у меня есть, там, до двух, может быть. Он мне звонит в 11, такой, ты чё, ахмил? Ну, где пробы? У тебя осталось полчаса, благо я был недалеко от театра. И я такой, о господи, я не умылся, ничего. Я поехал быстро в театр, иду. А у меня ещё, ну, как бы до то время, да и сейчас есть всё равно зажим, и себя снимать на камеру, это очень, ну, как бы тяжёлая для меня тема, потому что, как бы в театре я отстраняюсь от этого, а тут тебе надо себя... Я думал, так, как, может, на ходу записать, что-то попробовал, не получается. Прибежал в театр, поставил телефон такой, ну, вперёд. Здравствуйте, меня зовут Насонов Юра. И кто-то входит, я такой, давай ещё раз. Здравствуйте, меня зовут Насонов Юра, я, что ты играешь, ну-ка, соберись. Давай, просто от себя, но немножко с такой под лицой. И я записал, в итоге он мне уже вот так вот строчит сообщениями, где, 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 я такой, всё, последний раз пробую. Что-то записал там, поулыбался, что-то, ну, нормально, отправляю. Так, репетиция в театре идёт. И вдруг он пишет, кинь свою занятость. Я такой, боже мой, что, зачем? Я кидаю, он такой, идёшь на пробы, тогда-то и тогда-то. Я такой, ну, всё, ну, всё. Мы ещё шутили с ребятами, я обожаю комиксы, и ребята мне такие говорят, ой, если твоя первая роль будет в комиксах, это же вообще какой-то атас. Я такой, я согласен. И я пришёл, и это были самые крутые пробы. Ну, как бы за то время, пока я вот был у агента и занимался вообще кино, как мог. У меня было много разных проб, но вот эти пробы, то, что от меня требовали там у вас, это, ну, это что-то очень мегапи... Да я не знаю, как это объяснить. Это настолько был резко построен диалог, и те вещи, которые мне вкидывали, у меня была сцена на суде и сцена уползания. И на суде мы сидели, то есть мне вкидывают, давай попробуем три ипостаси, ты под ковриком. И я сидел, и думаю, да-да-да, что-то там у меня штырит, штырит, я что-то угораю, говорю. Я такой, господи, мне так это нравится, поехали, всё, Потом типа на отходосах, что я такой, типа, всю ночь что-то тусил, а сейчас это суд. Окей. И третий как бы обычный, но как бы... Тоже жёсткий. Да-да-да-да-да, я всё это отмочил, а у меня энергия попёрла, потому что ещё всё такое, всё действует на, а не против, как бы, ну вот. И мне так кайфово было, и потом такие, ну а теперь давай более к сложным вещам перейдём, сейчас надо будет поползать, поорать, а это вообще моя любимая тема, подавить жилы, это, ну это как бы, это моя стихия, вот. И я как давай там ползать, что-то орать, и говорю, ну я могу ещё вот так. Так, говорю, всё-всё хорошо. Я могу себе руку пропустить, что микрофон находите. Там что-то стул кидаю, что-то лезвую, этот стул забираюсь, он падает, я его ставлю. Ну, короче, очень круто, очень. И я тогда кайфанул, я вышел, я ещё несколько минут шёл такой по дороге, и такой, ой, надо же позвонить агенту. И такой, Митя, это было, это как круто. И он такой, ну всё, будем ждать. И вуаля. Кайф. Да, это очень круто. Ну, тебе, скажи, тебе пригодилось на второй сцене вся эта экспрессия, когда ты по-холодному, обледенел ему? Это было в разы сложней. В том смысле, что, будучи на пробах, я подключался просто энергетически. А дойдя до этой сцены тогда, мы с Олегом тоже переговорили, и он говорит, что вот, а теперь давай-ка, дорогой мой, внутренне поработаем и что-то из себя достанем. Все вот эти вещи. Потому что, вообще, забегая вперёд, мне... Я ненавижу на себя смотреть со стороны. Это тоже мой бич. Но мне в этом проекте очень понравилось, как всё сошлось. В том смысле, что он был и мразью, и во второй части получилось... Ну, хоть времени было мало, арку получилось сделать такого человека, за которого всё равно есть за что переживать. Мне очень важно было найти вещь, чтобы он появился мразью, и мразью и умер. Это как-то, ну, однобоко. Это немножко не широко. И мне хотелось найти, какие вещи он может показать, как персонаж, что за него вот хотя бы на долю секунды можно было бы попереживать. И мы с Олегом постояли, поговорили, что вот сейчас надо будет поддостать немножко. И это вообще один... Это такой значимый день был, потому что... Во всех смыслах. Сначала ещё днём снимали, как тебя выводили из помещения. И да, переходящий в ночь, и я уже сидел такой в 3 утра, звонил маме, говорю, нет, я ещё тут, всё нормально. А меня немножко подрубало, потому что целый день с 6 утра, или там 7, мы сказали, со сколькими были, вот. И Олег говорит, давай попробуем сейчас дробовать, ну, как бы внутренне, внутренне сделать это сильно. и что меня очень удивило, за что я вообще благодарен этому проекту, что люди с душой очень большой подходят к этому, подошли. И это было видно, потому что все работали на одно, никто никого ни в чём, как бы не упрекал, не пытался подвинуть процесс, сделать его быстрее. И я, Олег мне сказал, давай вперёд, и я стою, начинаю что-то набирать, думать про какие-то свои вещи, оглядываюсь назад, и смотрю, и вся съёмочная группа, все люди, они молчат, стоят, и Олег такой, мы дадим время Юре подумать, и он там покажет, и мы, типа, полетим. Олег очень строго к этому относится, да, это очень круто. И это меня поразило в тот момент, потому что, будучи тогда, думая, я понимал, что я, как бы, часть этого фильма, ну, как бы небольшая, но насколько важно он к этому делу подходит, ну, как бы, и даёт мне возможность, воздух, немножко это набрать и попробовать. И я такой, и меня это поразило, я немножко отвлёкся сначала, я такой, господи, я такой важный, нет, какие классные люди, в смысле, что они сейчас вот такие стоят и молчат, и нет такого, типа, давайте подождём. И я такой, и я начал, мы сделали несколько, ходов, он такой, хорошо, но мало, я такой, ага, начал там, о каких-то ещё своих вещах думать, там, о маме, там, разных каких-то... Собачки? Нет, ну, что-то типа, да, что-то доставать с театра, какие-то рычаги пытался, и я попробовал ещё раз, он такой, хорошо, но мало, я такой, да, а у меня всё, там уже как бы, оно там бродит, бродит, который горит, не знаю, вот, и я такой, ну всё, и что-то там я поднабрал, бросился в пробу, мы прошли несколько дублей, он такой, окей, класс, я иду, меня так немножко штырит, я такой, дайте мне айкос, мы идём, а ещё холодно было, ужасно было холодно, сижу такой, курю айкос, я такой думаю, стоп, а ключи от Lamborghini у меня были в руках, мы снимали два дубля с ключами, а сейчас было, и тут Олег, б**ть, и я такой, нет, пожалуйста, и он такой, ещё раз, и я такой, о, как же это мне достать опять, и мы пошли, сделали ещё два дубля, я очень волновался, потому что мне как бы важно было, реквизитор получил п**ть, наверное, после этого, наверное, не знаю, надеюсь, что всё хорошо, я снимаю, он жив и здоров, вот, мне дали ключи, я попробовал ещё дважды, и я волновался, что не получилось от того последнего дубля, но Олег сказал, если я сказал стоп, типа всё, окей, не волнуйся насчёт этого, это моя работа. Была очень тяжёлая смена, вот это были последние две смены в Питере, это была 49-я и 50-я смена, и было ужасно холодно, я где-то об этом рассказывал, но я не знаю, ты в курсе, нет, мы же должны были снимать это сильно раньше, вот эту сцену, вот эту сцену, но выпал снег, да-да-да, и переносили, переносили, во всём Питере выпал снег, и весь Елагин дворец, его просто засыпало снегом, просто вот по колено снега, и мы такие, ё-моё, что делать, мы уже хотели, на самом деле, лететь в Сочи, снимать эту сцену в Сочи, я слышал, да, и мы такие, блин, нам срочно нужно какой-нибудь дворец Сочи, летимся туда, но, но вот какое-то чудо случилось, и через неделю всё оттаяло, и мы попали вот буквально в окно в два дня, когда можно было это снять, я не знаю, Ан, тебя не было уже в последний день, когда мы всё досняли, вот мы реально всё сняли, сказали, всё, всем спасибо, весь питерский блок окончен, мы начинаем собираться, и через 10 минут, после того, как мы остановили камеры, начал опять идти снег, и мы такие, блин, что за магия вообще, так по заказу просто, знаешь, там держали до какого-то момента, ещё, конечно, с этой сценой был связан смешной случай, про который ты наверняка знаешь, как ты поцарапал машину, да, это было смешно, я давно знал об этом, да, да, это было смешно, я, я, кстати, не знаю, как так получилось, потому что вроде всё было нормально, а потом... А щебёнка, щебёнка, да, лёгкие гравии, да, рассказываю всем, кто не в курсе, во время беготни, поцарапал машину, которая стоит там 30 миллионов рублей или сколько-то, к нам приехал владелец машины и сказал, ну чё, вам пи***ь, мы такие, ну может как-то договоримся на чё-нибудь, давайте краску, новую плёнку, чё там ещё, ну мы сплатили так порядочно, что-то около 150 тысяч рублей, по-моему, чё тут стоило, но это того стоило, получилось очень круто, машина настоящая, к сожалению, не удалось взорвать настоящую ламборгини. Но сделали так все, мне кажется, очень смело, мощно и классно. Мне ещё очень нравился момент, когда я сидел в машине и вот этот момент сжигания, когда на две камеры мы работали, Серёга, Горошка выходил в костюме, а я должен был как бы вот эту дичь играть, что всё, мне конец. И он выходил и как бы вставал, и вот этот момент, когда он заряжает эту капсулу, я как бы сижу, набираю, и он такой... И вот это сбитие вот этого пафоса, это так смешно было, потому что... Да, а потому что у него... Не попасть, у него маска ещё, у него пальцы обледенели уже, он не чувствует... Потому что очень холодно было. Тактильность пропадает, и вот эта вся мелкая моторика... А ему ещё нельзя туда вниз смотреть, потому что по кадру надо туда. Да, и ещё это максимально сложно, да, и он пытался... Это очень смешно, ну как бы он очень подходил, типа... И он злился ещё так в этом костюме, это очень смешно было. Но там уже у тебя был классный ещё кадр, где мы снимали тебя сбоку, ты кричал, и мы огонь пускали по краю машины, но такое ощущение, как будто прямо на тебя огонь. Было жарко, было жарко. Ты тоже, кстати, попробовал, почувствовал себе этот огонь. У нас вот такое было в сцене с Анной Невской, это в банке Ольга Исаева. Мы тоже её обкладывали специальными трубами с галяками. Да-да-да, мы обкладывали. И она тоже почувствовала этот жар огня, и тебе тоже удовелось. Это прям, конечно... Ну это круто, профессионально. Скажи, что вот есть вообще, в принципе, вот... Ты вроде всё понимаешь, ну что это пиротехники, что это всё нормально, но вот как только ты чувствуешь этот жар, у тебя в голове начинает какая-то вот химия происходить, и тебе начинает немножко страшно становиться всё равно. Я просто не ожидал, что будет, ну как бы, люди от меня стояли за два метра от самой машины, чтобы её не задеть, и меня, собственно. И в этот момент он выстреливал, и я такой, ни хрена себе. С дреналем что-то в организме, что-то такое... Он значит может тогда, да. Что-то в тебе всё равно подстёгивает вот это, типа, нужно отойти. Ну, адреналинчик бьёт, мне это нравится. Это классно. Слушай, вообще, расскажи тогда про свой опыт потом, после окончания съёмок, что у тебя... Что у тебя вообще происходило всё то время, пока фильм... Ну, такая... Шо в работе. Эйфория наступила внутри, потому что я ещё с первого дня приезжал к своим тоже друзьям, и они такие, ну чё, ну как? А я просто садился так... Это просто какое-то... Просто сказка какая-то, волшебство, потому что я внутренне, ну как бы, ещё не мог, у меня, видно, мозг затормаживал от всего того, опыта, людей, которых я встретил, с которыми познакомился, движ вот этот весь съёмочный, который проходил, меня это только потом, впоследствии догоняло. Я всё равно даже не ожидал такого внутреннего... Ну, я понимал, что это классная работа, что это очень крутой продукт, но не отдавал себе отчёт, что я как бы... Я понимал, что я вложился очень тоже мощно в это и помог проекту, но не ожидал, что это в итоге выльется во что-то такое, типа бум, мы сидели на шапке, и я помню, я подошёл к коллегу и говорю, ой, спасибо тебе огромное за возможность и за то, что ты поверил в меня, взял, и он такой, это всё ты, и как бы расслабься по этому поводу. И я такой, да, да. И вот что дальше, я такой сижу и думаю, вот, блин, так грустно, что как бы, ну, это всё равно заканчивается. И он такой, вообще не парься, потому что сейчас как бы ничего не изменится. Сейчас ничего не изменится, всё будет так, как есть, но как только выйдет фильм, начнётся вообще от нас. И я такой, почему? Ну, как бы, я понимал по ребятам, по тому, как поработал там Серёга, Тихон, основные, мощные, мощные лица, и я такой думаю, ну, наверное, и вдруг бах, и этот персонаж мой, он запомнился, и... Ну, ещё на трейлере, да, тебя очень много было. Да, да, я офигел, что трейлер весь был построен через меня, я сначала немножко погрузил, типа, блин, меня всего показали, но потом подумал, нет, это тоже хорошо, потому что это правда первый... Пусковой крючок, я бы сказал такой. Человек, который первый платит за то, что он сделал, и сама история, и образ, и всё сошлось, и этот пример очень классный, и для трейлера, мне кажется, очень показательный в том смысле, как, чем мотивирован Чумной доктор, как он двигается, и это очень круто, и... Всем скидывал, небось, там, зацените трейлер. Да, 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 я там Маги показал в сестре, и такой, смотрите, вот, и... в театре... В общем, я дал интервью какой-то газете, не знаю, мне позвонили просто, типа, дай интервью, я такой, ладно, давайте, да, и мы поговорили, насчёт грома поговорили, у меня там ещё был проект «После летом», сериал небольшой, вот, и потом выходит эта статья, и я прихожу в театр, такой, ну, как бы, а никто об этом не знал, никто, ну, как бы, я никому не говорил, что вот, я раздаю тут интервью направо-налево, я такой, как бы, класс, и прихожу в театр, и висит на доске вырезка огромная с моим лицом, где ещё фотку взяли, где я такой, типа, ну, такой, и написано «Ради майора грома», я стал белобрысом, как-то засранцем, или как-то белобрысом уродом, или что-то такое, и потом просто месяц люди ходили вокруг меня, и такие, типа, а что ты сделал ради майора грома? на раэле. Что ты сделал для хип-попа в свои годы практически просто. Да-да-да. Вот, и это было смешно, но мне очень приятно, что, что это как бы, так получилось, что это стрельнуло, и вообще, в принципе, так получилось, что я поучаствовал в этом проекте, потому что... Спасибо тебе большое, Юрк, очень круто. Вам спасибо. Нет, спасибо тебе. Очень круто, я говорю, вот с тобой, вот реально весь образ «Чумного доктора», он прямо сразу стал понятен и мотивирован, и благодаря именно твоей игре и тому, как ты двигаешься, тому, какие у тебя ужимки, твой вот этот голос, вот это все. Это, это, да, это я обожаю. Ты же совершенно другой человек тут сидит, как бы приятный, хороший парень, а там такая умлюдина, что просто пи***ц. Расскажи, пожалуйста, как на тебя нахлынула волна популярности после выхода фильма, я знаю тебе, вот девочки в основном пишут, картинки шлют, восхищаются. Подарочки. Подарки, да. А какая же сладости и все такое. Да, это, я говорю, я вот еще до сих пор в легком шоке нахожусь от того, что так это происходит, потому что то, что, ну, я такой сижу, вышел фильм и такой смотрю, что-то там кто-то подписывается, что-то, и такой, о, у меня было там 800 человек, я такой, типа, сижу, сижу, и как бы за три дня уже под 10, и я такой, типа, а что здесь происходит? Где рекламировать ставки на фондбен, где это все? Да, да, да. Мне какие-то люди пишут, ваш аккаунт быстро развивается, не хотите ли прорекламировать вот это, типа, дошарах или что-нибудь, что-нибудь там еще? И я такой, нет, я как бы не хочу, извините. Я студент, я хочу дошарах за дошарах. И, ну, это все начало набирать такие обороты, я вообще в принципе соцсети как таковые дико игнорировал до момента какого-то вот бума, потому что я любил, люблю как бы видеть, сейчас такое пафосное будет, люблю видеть жизнь как бы не со стороны, а как бы внутри, ну, то есть я, вместо того, чтобы как бы куда-то идти и начать что-то снимать, я лучше, типа, постою и повоспринимаю. Пустите музыку, пожалуйста, я в моменте. Да, да, это правда, нет, это слова классные. Я тоже в последнее время стараюсь вот так вот тоже жить и ловить эти штуки. А тут утянуло так, что я такой, я открыл себе какие-то внутренние рычаги, которых до этого не было, потому что я не сидел ни в ТикТоке, ни в Инсте, ну, то есть я подписан на какие-то классные вещи, там, Бэнкс, еще кто-то там, разные штуки, которыми интересно, там пораскидывать ребятам, ну, в маленькой, как бы, компании на свои 800 человек, а тут люди начали просто пачками закидывать меня, и самое крутое, что очень приятными вещами, в плане, вот ты мразь, ну, ты такой классный мразь, потому что это очень трудно сделать, я такой, о, люди это видят, и даже, ну, как бы, очень молодое поколение, как можно понять сейчас, потому что фандом, это, мне кажется, это вообще первый в России такой мощный фандом, ну, это, кстати, очень круто, что впервые в России такая большая поддержка фанатов, и любовь именно к касту, к режиссеру, вообще, в принципе, к создателям, то есть обычно, как-то, знаешь, все по верхам идет, и больше на сам фильм направлено, а тут это как-то любовь, она пошла в голову, и вши сразу. Это какие-то очень, это у нас, ну, в театре прививали нам такую общность, семейную какую-то поддержку, и я не думал, что это может резко так прийти из кино, и вдруг люди пишут слова благодарности о том, что мы вытаскиваем все их из каких-то очень сложных ситуаций жизненных, и что мы можем влиять на это, и поддерживать даже тем, что мы как бы, мы не знаем друг друга в лицо, но какие-то вещи, люди смотрят это по 40 раз, фильм, и берут оттуда каждый раз что-то, и ценят то, что мы сделали, и это так приятно, и на это хочется как бы реагировать. И самое классное, что эта вся волна, она двигается не в сторону зазнайства какого-то, что вот, я теперь суперзвезда, и как бы, это, я надеюсь, никогда не придет ко мне, вот, а это действует на... Возидательную энергию, да, оно, оно очень вдохновляет, вдохновляет, это был очень дикий подъем в театре у меня, потому что был, был выпуск спектакля, и я, я такой, господи, люди, людям важно, важно на самом деле то, то, что делается, то, что я делаю, то, что происходит, и мне очень важно, еще так, так случилось, что эта волна перекинулась, потом у меня был день рождения, 8 июня, и там просто посыпалось столько всего, что я такой, поставил себе установку, я должен на все ответить, потому что мне было бы приятно, и я такой, буду отвечать, и я такой, о, боже мой, я сижу уже третий день, и такой, а там более 99, и я такой, о, боже мой, когда же будет 98 хотя бы, и я такой, пишу, ну, в итоге, вроде как, я с этим справился кое-как, но та поддержка, и ваша любовь, она очень классная, и не бойтесь подходить, и, потому что я очень много раз читал, что люди видят, но не подходят в силу каких-то, это там ваши тараканчики, подходите, в этом нет ничего. Можно потрогать Юру даже. Еще можно воспользоваться промокодом подкаст, который подарит вам скидку на 5% при первом заказе на сайте Бабл, все товары и комиксы в вашем распоряжении, как в моем когда-то оказалась жизнь Кирилла Гречикина. Продолжаем. Это дико приятно, и на это хочется отвечать, это заряжает, и вот мы там с Олегом Чугуновым болтали на эту тему, что нас рисуют, и мы такие, типа, блин, такие клевые рисунки есть, и люди еще такие рисуют, и говорят, не выкладывайте, пожалуйста, я такой, как я могу эту красоту не выложить, это же очень круто, и Олег пишет, ты тоже видел этот охренительный рисунок этот, который они разрешают выложить? Я такой, я как раз сейчас с ними дискутирую, по-будрому того, что мы могли это выложить, Олег. Он такой, я знал, что ты их уломаешь, я такой, я их уломал, да, все, и мы выложили, это вот как раз это недавно было. А фанфики, ты читал про себя какие-нибудь пишут? Нет, если честно, потому что, не знаю, внутрь, ну как бы, это прикольно. Слушай, даже если про меня уже пишут фанфики, то про тебя точно должны. Ну, наверное, наверное, нет, я уверен, что они есть, и как бы там Макаричкины, все вот эти дела, я такой, ну, это их движ, он классный, мне нравится, что они, у них есть почва для фантазии, размышлений каких-то. Мне кажется, в принципе, основная цель творчества любого, это давать их позитивные эмоции, и толкать к новому творчеству, что это такой наш непрерывный механизм, создания какого-то контента и эмоций. Вот я больше всего хотел, в принципе, чтобы история «Майора Грома», она не заканчивалась только в кинотеатре, только вот в кинозале, когда ты закончил, вышел, все, забыл, фильм перестал жить. Очень хотелось сделать так, чтобы он продолжал жить дальше, на кухнях, в обсуждениях, в институтах, в интернете, в дискуссиях каких-то, дальше все это шло, то есть развивалось, и мне кажется, у нас это получилось, и тот самый крутой вообще, ты очень правильно сказал. Это, мне кажется, сейчас важно, в силу разных жизненных обстоятельств у нас, что людям есть за что держаться, и есть люди, к которым они так относятся, которые, может быть, так или иначе, стремятся, или для них это важно поделиться чем-то, и я понимаю, насколько они хотят иметь обратную связь, и это и делает это все не каким-то искусственным. Ты знаешь, я что понял, вот я сейчас сказал не искусственным, я сразу зацепился за такую мысль, что мне чем нравится очень Майор Гром, помимо того, что это история, в которой я живу уже 10 лет, мне очень нравится тем, что это такая вещь, в которую ты можешь поверить, что она есть в реальности, что ты вот можешь выйти на улицу в Санкт-Петербурге и встретить всех этих людей. Вот, они все вот здесь. Да, это не что-то какое-то, знаешь, супер выдуманное, что-то, в которое ты вроде как бы смотришь, забыл, и все, а ты вот реально вот как бы вот ты можешь в этом жить. Да, это не где-то там рай наверху, на блокаде. Да, это как вот, мне кажется, в свое время у Мстителей, так вообще у фильмов Марвел так получилось сделать, что вроде ты вот идешь, а раз там вдруг может железный человек пролететь, да, вот что-то такое. И у нас это тоже... Исся заим. Да, 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 мне тоже очень хочется вот продолжать поддерживать эту вещь и не уходить куда-то в сторону какого-то вообще неестественного такого контента, а вот чтобы продолжалась вот жизнь вроде и в фильме и в нашей реальности тоже. Очень круто. Ну, мне еще кажется, вот я несколько людей встречал там, водил брата на Эпикон. А, я видел, да, да, да. И мы ходили и там подходили люди, у которых просто они вот так вот стояли и я только вчера делал про вас тикток. И я такой, расслабься, все хорошо. Ну, то есть это это не какие-то, ну, то есть не какие-то вещи недосягаемые, они здесь, и мне кажется, я тоже долго мы болтали с ребятами на тему, то вот, наверное, лучше отстраниться и как бы быть немножко выше этого, чтобы быть немножко... Не, недоступным. Я об этом думал, возможно, в этом есть какая-то доля чего-то, не знаю чего, видимо, мне пока неизвестного. Демпинг, это когда ты, например, на рынке есть много разных предложений от всяких компаний, а приходит другая компания и предлагает тот же самый продукт, но по более дешевой стоимости. И, соответственно, цена, в принципе, общая у этого продукта падает. А если, например, ты не будешь давать этот продукт по дешевой стоимости, а будешь его, наоборот, зажимать и мало... Например, как PlayStation новый. Понятно, да. Это сразу спрос повышается, и если, например, условно говоря, все знают, что можно взять в любой момент автограф у Романа Каткова, там Артема Габрилианова, там еще у кого-то, а вот у Юры Насонову нельзя взять автограф, что он не дает. Да, и не найти он не дает. И все просто будут рвать жилы за автограф от Юры. Вот, об этом я тоже думал и понял такую вещь, что воспитывали меня, во-первых, не так. И внутренне, мне кажется, да, от этого не идет обесценивание каких-то стандартов, не знаю. Я все равно в любом случае мне важно в первую очередь оставаться человеком, а потом уже какие-то вещи относительно там звездности, не звездности. Ее как таково все равно, я считаю, что она как бы есть, но ее как бы не должно быть главенствующей в твоем, как бы, в твоей жизни, потому что всегда важно, всегда важно с людьми общаться, и не важно, кто ты хоть там, Папа Римский, или кто-то еще. Папа Римский, кстати, нормально с ними общается. Это мне кажется, классно иметь контакт, потому что, да, какие-то моменты могут стираться, что вот Юрий можно там написать, или там кому угодно, Олегу, Сереге, еще кому-то, и там ответить, не ответить, неважно, но нет такого, что люди боятся писать, потому что он точно не ответит, он точно, его точно не встретишь, даже не пишет, и его менеджер ведет за него. Да-да-да-да-да. Мне еще писали, а этот, ну, то есть, агент сейчас пишет мне, или Юра, ты, я такой, агент. И потом, да нет, это я. Я такой, а скинь голосовой, я такой, если людям приятно, то чего? Да, в принципе, вообще, ну, мне кажется, еще основная, основная такая тема будет, когда ты попадешь на, например, Комик-кон Раша, если он будет в этом году, то это вообще у тебя крышу просто сорвет от того, сколько там людей, все хотят от тебя кусочек оторвать, все что-то взять на память, это, знаешь, это очень сильно заряжает энергией, были года, в которых я, ну, лично я, например, я держался только на энергии от фестивалей, то есть, ты заходишь на фестиваль, работаешь, получаешь просто гигаватты, я не знаю, что там, какие-то, энергии, мегатонны джоулей, получаешь энергии, и ты с этой энергией работаешь следующие полгода до следующего крупного фестиваля и так дальше, и ты понимаешь, что это вообще все не зря, что ты вот ради этого живешь, не ради денег, не ради какой-то там славы какой-то эфемерной, да, вот именно ради людей, которым нравится, что ты делаешь и которые так кайфуют. И они об этом говорят, ну, для меня энергия это вообще самая важная вещь, потому что... собрались два энергетических вампира и обсуждают. Слушай, ты говоришь, ты был на эпиконе, а ты же вообще комиксы читаешь и в принципе гик-культуре недалек от нее. Расскажи про свою жизнь вот в гик-культуре. В сколько лет себя помню, я всю свою жизнь любил комиксы и Паучок с Тоби Магуайром изменил мою жизнь навсегда. Вот, потому что самое крутое в этих фильмах, что мне кажется, и я был прям свидетелем этого, я за что полюбил вообще всю эту культуру, за то, что это какие-то вещи, которые недосягаемые, но за счет таких фильмов ты можешь почувствовать себя кем-то другим и я помню самое крутое чувство, которое вообще за что нужно любить всю эту культуру, это ты выходишь из кино и такой озираешься по сторонам, тебе лет 8 и ты такой она не вылетает, но ты все равно спустя какое-то время видишь возможно зарубки вот тут и начинает по стенам нет никого я начинал что-то лазать и я понимаю вот там выходил из железного человека первого и внутреннюю в тебе горят энергии которые ты хочешь просто пулять всем чем можно летать это меня заряжало на несколько недель вперед мне снились сны на даче когда я прям был человеком-пауком я просыпался и такой немножко порыдал и потом такой все надо целый день играть человек-паука я собирал всех пацанов у себя на даче ты будешь скорпионом ты будешь носорогом мы разные в селе то есть икс-мены там были все-все-все и мы как бы набирали я был человеком-пауком естественно и мы играли целый день и это были это сделало мое детство оно меня вкинуло научило каким-то важным вещам большую силу большая ответственность да да нормально да и что важно какие ценности привели очень классные важные ценности в жизни и что я наблюдал выйдя по-моему второй или третий раз грома тоже несколько детей которые а это еще ближе на самом деле нет они бегали и такие в них в них тоже спасать мир немножко двигаться это да я такой смотрю на них и думаю вот это туда туда все это хорошо это учит чему-то хорошему наверное ну как мне кажется мне кажется это современные сказки для детей то есть которые учат доброте хорошие вещи которые разграничивают добро и зло только в современный лад да на современный лад и с красивым визуалом да визуал это вообще да расскажи может ты в видеоигры какие-то играешь что у тебя по этому я играю в очень ну то есть у меня я всю жизнь играл в компьютер дота кс к давай накажем чугунова я найдем его и накажем вот всякие онлайновские метины perfect world не знаю dragon age ведьмаки skyri wilder scrolls ну короче все что все что фантазию двигало на тот момент это я приходил домой насадился играть и мама такая почему ты играешь и я такой это моя сублимация я отдыхаю от школы она такая нет ты тупеешь и я такой нет я не тупею это такой кладезь всего и так потом она поняла ну наверное еще не поняла тебе надо был тоже посадить на что-нибудь ну она сейчас там шары гоняет вот эти вот маджан мать 3 вот эти вот где лягушка выстреливает я такой она сидит два ночи я такой ну что ты что-то там не говорила ну что там солитер паук филе ее стихи вот а сам я жить без игр не мог вообще но у меня там в club duty было настреляно 2000 часов я не вылезаю просто выиграл во все во все что-то трейлер смотрел кладите где там чувак прыгает из самолета с ракетницей сбивает вот сейчас это уже какой-то тогда не знаю тогда мне казалось когда у этого была еще очень крутая я сейчас тоже понимаю почему это все идет там фортнайт что там еще фолл гайз там фолл гайз классная игра тоже call of duty вот с этим очень странным но в то же время понятным мультиплеером что там полная дичь творится люди там покупают все они раскрашены бегают банана бегает с пистолетом из лего и убивает носорога да я просто видимо был еще в то время когда мне важно был натурализм мощный когда ты играешь в call of duty и ты меняешь оружие и понимаешь что это жизнь ну как бы в жизни он он меня больше привлекает чем бегать в костюме банана но тоже понятно почему сейчас это происходит потому что ну хочется дичи какой-то есть такой сессионный шутер он по-моему сейчас все еще находится в каком-то в полу-бета-тестном состоянии русская компания делает называется escape from тарков не знаю слышал нет короче это такая сессионка в которой ты выбираешь одну из сторон и должен выполнять миссии на каком-то закрытом городе вот там пригороде этого города тарков и там есть нпц там есть обычные игроки и она очень хардкорная насколько она хардкорна чтобы ты понимал там есть такая тема что есть обычные нпц но в этих нпц могут селяться игроки то есть ты вроде видишь чувака и этот чувак может быть настоящим игроком который тебя может кинтерить там и все такое там появляются какие-то боссы внезапно короче ну то есть там очень много всего и вот он в принципе очень сейчас популярный именно на фоне вот всего казуальчины всей потому что есть прослойка игроков которым нравится наш хардкорный типа как Dark Souls который прямо готовый там много-много часов тратить на это вот есть такая прослойка которая прям готова на это время тратить и он сейчас набирает популярность можешь попробовать посмотреть может тебе зайдет мне вот брат сейчас вот все сидит в Call of Duty Cold War и там все у него я сажусь люди с ракезами ну да-да там просто дичь полная происходит и я захожу в комнату он сидит потный PlayStation орет потому что его почистить давно надо уже а он все сидит играет и я такой ну дай дай сюда я покажу что умею и как бы ну и умираю и он такой дай сюда и начинает бегать и я такой на него смотрю и такой что ты умеешь боже научи меня он творит такие вещи я понимаю все это поколение его не догнать зуммеры чертовы да но мне вообще кажется что я немножко такой на периферии всего ну то есть я как бы вроде и взрослый а мне так нравятся какие-то еще совершенно вот новые какие-то вещи темы и в этом интересно разбираться но на играх сейчас например времени вообще нет у меня до сих пор стоит Death Standing который до сих пор недопройден и меня все еще а? Симулятор Куриера что это? Death Stranding а Симулятор Куриера я послышал Симулятор Куриера я думал кто такой Куриер? да но там очень я люблю сюжетность очень сильно люблю это вот Last of Us 2 первый это для меня просто бомба это что-то твоя история да когда ты внутренне переживаешь за все это и главное черпаешь какие-то штуки мы сидели и такие вот кино кино насколько мощно насколько разогнана скорость скорость повествования и у тебя есть полтора часа и два часа максимум за которые ты должен сказать а игры не ограничены вот да и как бы градус всего происходящего ты думаешь куда куда еще жестче куда из чего еще из какой жопы она еще должна выбраться допустим и Last of Us брать и они так это все оправдывают такие наполненные персонажи ты от этого просто сидишь и медом поливаешься и такой это классно экранизация Last of Us чудо чудо чего-то очень я немножко скептически как-то настроен к касту в плане в плане вижу я их не так у меня ну как бы образность уже составлена у меня этих людей но во-первых это очень весомое что наш человек за ним вообще и мы такие все уху орали в театре бегали по театру надо сделать КБР ау вот и но каст ну посмотрим это все пока условности пока нету нету ничего за что можно ругать или там скептически ты знаешь я что понял вообще в принципе вот не касаясь российских проектов а именно западных мне вообще в принципе не очень интересно смотреть экшен-фильмы ради экшена если это только не Том Круз где я знаю что он все сам типа делает и поэтому сейчас очень крутая тенденция вообще в принципе во всех фильмах Маррел во всех сериалах они что делают у них есть везде экшен-юниты которые снимают всегда все круто весь экшен все сочно но все остальное у них идет от классного драматического сюжетного да 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 от режиссера который умеет ставить задачу артистам который классно разговаривает и который ну вот все видит да видит который вот может все двигать вперед а ну драки это драки потому что без этого это немножко аттракцион а аттракционами уже вот так вот да поэтому поэтому например вот Джон Уик ну сколько ты его не обснимай там этих взрывов этих убийств ну у тебя режиссер это бывший постановщик трюков ну сколько ты не будешь но причем это очень крутое кино особенно первое но оно очень быстро проседает по драматургии согласен почему я например выделил миссию неуполнимую потому что я знаю что Том Круз сам все время убивается и мне даже интересно смотреть не на фильм как таковой а на что Том Круз готов пойти чтобы снять этот фильм но это тоже уже превращается в аттракцион но это знаешь это типа испытание человеческой силы воли и духа потому что мужику уже под 50 а он там еще на вертолете учился летать и прыгал и лодыжку себе сломал и что-то там еще у них сейчас происходит на съемках и в принципе я очень сильно болезаю этого персонажа вот поэтому мне кажется Last of Us учитывая то какие какие работы у Кантемира были до этого очень мощно драматические мне кажется это для него вызов очень крутой это будет очень все круто именно с точки зрения повествовательного а экшен ну как бы я думаю там достаточно людей которые ему помогут в этом справиться поэтому желаем только успеха да открыл для себя ДНД ты знаешь что такое ДНД конечно вообще это же такая ты из кого играешь вот у меня даже есть браслетика у нас есть канал мы решили ну то есть мы там тоже с друзьями с театра собрались узнали ты знаешь Critical Role ребят которые короче в Америке записывают ДНД да 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 вот и я понял это прародитель всего и Плейстейшена и компьютера ты знаешь вообще как ДНД как ДНД вообще изобрели ну ДНД это Dungeons Дрэгганс это настольные ролевые игры которые собираются все обсуждают короче как это появилось как чувак собирался со своими друзьями в подвале и придумывал вот эту всю штуку и его жена в какой-то момент начала волноваться она думала что он типа изменяет ей с какой-то любовницей и она проследила так в принципе примерно да и происходило да и она проследила за ним в один из вечеров пробралась забралась внутрь в этот подвал где они сидели такая ага застала вас ублюдки а там сидят бордатые мужики кидают кубики и говорят ты нам чуть дракона не помешала полный бред короче вот и это очень крутая игра и я с детьми даже в этой игра мы купили русскую редакцию ДНД новой я поэтому немножко отошел внутренне от каких-то компьютерных вещей потому что мы вот стримим и это такой кайф когда ты у тебя столько возможностей творить что хочешь быть кем хочешь выдумывать в разных вариантах решений вообще импровизировать ну это нужен очень сильный гейммастер для того чтобы он тебе давал это делать да но и вообще обстоятельства которые он накидывает кого ты берешь чем стреляешь какой характер берешь это это еще просто с актерской точки зрения это очень мощная вещь потому что ты можешь быть кем угодно хоть какой-нибудь разничной штукой либо таким стариком ну разные кидают в разные вещи я вообще не могу быть кем угодно я во всех играх во всех ролевых играх во всех онлайн играх рпгшках я всегда играю за паладина лоуфул гуд паладин все я больше ни во что не могу я всегда играю одного и того же чувака даже если перепрохожу игру я все равно беру паладина и во всех настольных ролевых и везде если есть возможность кого-то в латах и с мечом и с книгой и с священного кодописания и вот это все я всегда выбираю у меня какой-то бзик на этом мне очень хочется быть каким-то таким знаешь рыцарем в сиряющих доспехах вот это психотип да я все время знаешь там типа всех спасаю возможно что-то говорит про меня ну вообще хрен убьешь его да ну он да паладин он его не зарубишь на столбах он один да 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 мне нравится вообще вот я сейчас вот у нас стримы идут я там варвар и я еще так странно выбрал себе то есть у нас есть там разные подвиды игр и где можно брать вообще кого угодно я там брал всяких типа чуваков которые мне прям близки по настроению а основную компанию я играю за варвара который вот такой вот и мне постоянно нужно немножко за него вот так вот играть интеллект там точку в 13 где-то да ну вообще хрень полная я как бы я этот мир знаю как вижу и как бы и все вот но я люблю просто давать пиздец очень люблю драки это вообще и фантазия в этих драках иногда можно там и уши отрывать и челюсти врывать это прям очень круто кровь в кровь расскажи про свои будущие проекты на что стоит обратить внимание можно в театр сходить что у тебя есть ой прорекламируй себя вот сейчас итак смотрите в новом сезоне театра мастерская на народный один Ромео и Джульетта обязательно все идите это невероятно крутая постановка Григория Михайловича Козлова нашего мастера у кого какая там роль Ромео Ромео да я так и понял но на всех смысл вот это невероятно крутой по всем смыслам не потому что даже я Ромео а просто потому как это собрано и о чем там говорится понятно мы все знаем Ромео и Джульетта мы все его не раз видели читали слышали но там есть на что обратить внимание в очень разных вещах и мне кажется вообще тенденция того как происходит там у меня с тем что вот люди подписываются мне очень важно в театр это вкидывать потому что ждут люди на улице и такие типа ой можно автограф я такой можно и выходят еще люди можете мне передать машиной можно пришли посмотреть на спектакль ребята и они начинают выцеплять еще ребят которые типа такие тоже раздают и я такой смотрю класс вообще и пусть больше людей идут на спектакль в мастерскую потому что это должно обретать мощную популярность потому что театр молодой но он набирает обороты и там есть на что посмотреть есть над чем посмеяться попереживать вот с августа начинаем мы начинаем прямо с Ромео Джульетты вот что еще кино сериала у тебя был сериал Руммейт я знаю сериал Руммейт он да он был он прошел это тоже была интересная работа вот сейчас я не знаю можно ли говорить не знаю но в общем будет еще скоро что-то там есть буква Р в названии у тебя все проекты Ромео Руммейт Майор Гром все убираешь по типу пока пока с этим ну в плане кино все спокойно и это хорошо потому что есть сейчас проект и он закончится а там мы посмотрим как начнется новый сезон подписывайтесь на Гридут приключения это вот наш ДНД канал я подпишусь обязательно смотрите будет тоже новый сезон будет много всего интересного всякого классного больше гуляйте сейчас тепло едьте отдыхать плавайте и ешьте все что хотите ты прям уже проповедником стал слушай ну у нас тогда финальный вопрос наш классический расскажи пожалуйста какой суперсилой ты бы хотел обладать я всех спрашиваю на всяких тусах мы тебя нарисуем в виде этого супергероя у тебя есть такая уникальная возможность такой отсылочка к матрице небольшая точно кто-то уже взял телепортацию или невидимость или суперскорость это бы я тоже все хотел но я бы хотел бы уметь если есть какая-то задача или скилл я мог бы его выучить идеально ну то есть да я могу квантовую физику за полчаса да летать на самолете или там развиваться в общем внутреннее развитие как он загружал в мозг человека это вот все в общем учиться всему ну по желанию это знаешь это было в комиксе в каком-то когда супермен должен был прооперировать я не помню кого-то он должен был прооперировать он быстро побежал в библиотеку со скоростью света прочитал всю книжку об операциях вернулся и прооперировал вообще это же кайф ну а если так романтично то летать конечно летать мне кажется иногда так идешь и думаешь вот сейчас полететь ну пробка да-да-да из такси выйти извините я сам я всегда мечтал вот эту оценку человека я думал всегда фантазировал на эту тему ты стоишь такой типа разговариваешь с девушкой такой типа она такая ну ты мне очень нравишься ты такой да ей больно надо и взлетаешь и улетаешь и в фоке и вниз стой да вот очень круто очень круто я я ну меня не надо рисовать но не знаю что-то связанное наверное с ну давай давай что блин вот подловил меня прям не был готов к этому вопросу я думал тебя спрашивали нет нет блин мне бы хотелось конечно как-то знаешь менять настроение людей типа знаешь плохого на хорошее или там со спокойным на злое вот как вообще и себя самого тоже как-то когда я злой как-то успокаивать и других людей как-то перенастраивать можно научиться представляешь чтобы я видел как будто у человека есть такой фон да датчиков много и знаешь там типа злой подкрутил там типа хорни выкрутил вообще ручку класс вообще это опасно да можно как бы и в добрых целях да конечно только в добрых только в добрых друзья друзья спасибо большое у нас был в гостях Юрий Насонов мне очень понравилось я надеюсь вам тоже понравилось ставьте лайки подписывайтесь подписывайтесь на канал Юры ну это не мой канал но подписывайтесь это теперь твой канал мы его захватим да и любите людей и всех вот эту команду всю и все что они делают и вообще всех родных и близких семья как говорит Доминик Торетто да спасибо большое друзья всем пока